Выходит на ринг Тайсон. А, смотри, опять разогрет уже, да? Да, да, да. Мы всегда разогревались, подошел. Вот Кевин Руни ведет его за руку. Уже совсем недолго. Около двух лет осталось им быть вместе. Руни был преданным учеником Касса Дамата. Кстати, к тому времени, уже вот в 86-й год, даже в 85-м году, еще при жизни Дамата, команду Тайсона начали покидать люди, которые, ну, не то чтобы сделать, да. Просто не было такого одного человека, который выжил, целый ряд людей был. Вот, одним из первых ушел Тедди Атлас, сейчас известный тренер, кто, наверное, помнит, он подготовил много чемпионов мира. Такой человек с моложавым лицом и огромным шрамом через все это моложавое лицо. Результат поножовщины какой-то. Тедди Атлас считал, что еще Касс Дамата, который был жив, наверное, слишком много ему позволяет. Это Реджи Гросс. 18 побед, 4 поражения, 12 побед нокаутом. В общем, неплохой, нормальный, скажем так, возложной список. Как вообще бывает в жизни, что вот Тайсон еще даже до вершины не добрался? Видите, 21 победа, 19 побед нокаутом. Я уже говорил, что нам пришлось отказаться от хронологического, такой чистой хронологической последовательности. Там вот было два боя, которые Тайсон выиграл по очкам. Мы им посвятим отдельные программы. Там было по 6 раундов, да? Ой, я даже не помню. Меньше, по-моему. А, нет, его 10, большие, это были большие 10-ти раундовые бои. Гросс 190 рост у него. И такой же вес, как у Тайсон, 97-98. Это мы потом покажем бои с Джеймсом Тиллисом и Митчем Грином. 10-ти раундовые бои. Очень интересные. Достойные отдельные программы. Ну, а бой с Реджи Гроссом был таким, скажем, не то чтобы проходным, но очередным боем Тайсона. И здесь я вам хотел сказать, уважаемые телезрители, смотрите внимательно. Долго смотреть не придется. Ну, как тебе кажется, Гросс вышел побеждать или вышел спасаться? Да нет, я думаю, что он посвящен, начиная двигаться назад. А левая рука у него тоже плохо так же работает, как и у Фергисса. Нет такой скорости, которая могла бы остановить Тайсона. Не скорости нет, и силы нет, которую могла бы остановить. У него масса только одна, масса тела, да и все. Ну, крупный парень, но этого недостаточно явно. Но мне кажется, что это как-то немножечко неудобно Тайсоном. Хотя, трудно сказать. Да я, ну почему, вот, вошел, вошел, и спокойно отработал то, что ему нужно. И, в общем, первые секунды я тоже здесь пока не показательна, потому что он, вот... Смотри, как снизу попытался сейчас Гросс ударить. Ну, 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 ну... Через перчатки, наверное, их левый так пойдет, Тайсона. Все-таки, мне кажется, уже как-то немножко, может быть, излишне прямолинейно действует Тайсона. Нет у тебя такого впечатления? Не, ну я же сказал, он же сейчас не меняет, не меняет уже свои тактики. Он просто идет и ломает уже. Начинается вот у него такая тенденция ломать своих противников. Он просто уже, он поверил в свою силу. Поверил, и нет сомнений. Первые признаки такого кризиса, который развернется потом, через даже несколько лет. Смотри. Он того, что-то нет, не заботится своей защитой. Смотри, что делается. Ну, вот здесь вот, ну, наконец, Тайсон хотя и пропустил. Да, показал, показал. И снизу пропустил, и сбоку пропустил Тайсон. Но этот пропустил хуже. Хуже, да. Ну, он немножко увлекся атакой, мне кажется, да? Как-то поверил. А, нет, смотри, не все. Ну, это уже... Ну, я думал, нет, все, 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 это все уже. Зря судья дал продолжать бой. Ну и... Ну, счет 8 стал, но он беспорядок. Нет, этот еще толкается, еще хочет, да. Нет, больше не надо. Больше не надо. Знаешь, мне понравилось, что вот тут, когда Гросс стал вот атаковать, Тайсон вспомнил то, чему его учил Кас Дамата. Это вот защита кукурта. Вот этот майк стал, закачал майк. Здорово, здорово. Здорово, здорово. И науки влепреки. И науки влепреки. И науки влепреки. И даже вот удары, которые он пропускал вроде бы, он как-то, в общем, не чисто. Он вскользь пропускал. Я вот как и говорил, что это сам мастерство, оно не пропивается, понимаешь? Да, да. Оно дано, оно все-таки, оно в нем осталось. В нем осталось, это еще не забыто. Да. Это еще не забыто. И как он вот вышел, да, на тот, на паутирующий удар. Покачал майк. Да. И вышел на удар, и все-таки закончил бой так, как должен был закончиться. Давай сейчас посмотрим. В тайсонском стиле. Да, в фирменном таком. Вот, пошел, пошел. Почувствовал себя немножечко звездой. Левый, промок слева, и сейчас он слева еще раз. Вот, сейчас слева идут удар. Ох, прекрасно. Смотри, какая защита. Великолепно. И даже вот здесь, даже этот удар, ну, зацепил. Он не чисто попал. И все. И из-под руки, он из-под руки выныривает и бьет слева сбоку. Вот сейчас с другой камеры посмотрим. Ну, вот удары все скользят такие. Да. Снизу-то хороший. Снизу хороший, да. Красивое перко. Оп. Вот и все. Вот так. Да. Это уже движется, как был обоидный удар. Они оба пробивали. Только просто у тайсона был пожестче, видно, удар. Ну, вот так же, очень хороший, да. Вместе сейчас ударили свои слезы. Оп. Смотришь, тот прямой наносил. Ну, скорее, даже какой-то пытался остановить, так отмахнуться. Конечно, красиво. А это уже второй нокаут, да. После которого я остановил бой. Ну, еще раз, второй. Ну, да. Какие-таки удары можно, конечно, смотреть. Да. Но принимать их не надо. Ой, нет. Ой, нет. Ну, кстати, смотри, вот больше половины нокаутов, нокдаунов. Тайсона делал лево-боковую. Ну, более сильная рука была, более качественная. Может быть, и нет. Может быть, и просто более... Вот раскрепощенная рука более слабая. Ты же тоже слева бил, дай богу. А ты же не левша. Ну, я... Вот ты же очень хорошо работал. Да, лево-боковую. Ты тоже все время делал, я помню, вот это. Выходил, бил правый так по площади, как бы, да. И выходил, и бил слева. Я, в общем, почему это вспоминаю? Потому что Тайсон, в общем, часто делает то же самое. И многие так работали. И чемпионы в тяжелом весе, там, Саня Листен был. За счет центробедной силы выхода из нарката, так сказать, наносишь лево-боковую удар. Да он мощнее просто получает, и ключ, и ключ. Не, ну удар страшный, конечно. Я вам уже говорил в одной из наших передач, что по статистике больше всего нокаутов делается левым-боковым. Причем не левшами, а правшами. С передней, вроде бы, со слабой руки.